Привет, мои дорогие! Сегодня начинается новое видео, новая жизнь, новые успехи, все новое, новое, каждый день что-то новое. Я побежала на йогу, у нас клуб, встреча в клубе, настроение шикарное, коврик со мной, кофе со мной, все со мной и самое главное настроение шикарное со мной, что бы ни происходило в жизни мимо меня и мимо вас. О чем бы я хотела бы с вами поговорить? Да, у меня сейчас стараюсь, чтобы все было хорошо, но не все так хорошо, как хотелось бы. Мое письмо, которое я отправила в Батуми, оно никак не дойдет. Вот это вот у меня задача номер один. Это не проблема, а задача номер один. И надо что-то думать, как-то разыскивать это письмо насчет гражданства Турции и Грузии, двойного гражданства. Вот такие вот дела, мои дорогие. Что я могу сказать? Мои дети, вы понимаете, я говорила вам или нет, заболели ветрянкой, как их сильно обсыпало, болезненно перенесли эту болезнь, но уже все, кризис миновал, идет все на выздоровление. Лучше пускай они перенесут детские болезни в детстве. Вот как мне пришлось один раз, когда я работала медсестрой и подрабатывала в инфекционном еще на полставки. Были времена тоже в госпитале российском в Батуми и заразилась на каком-то дежурстве корью. Я чуть не сдохла. Я такое пережила в своей жизни, но это действительно, у меня каждый орган болел. И это было сколько? Тридцать... Тридцать четыре мне было, по-моему, тридцать три. Я думала, что я сдохну. Когда все спали, я не могла дождаться утра. У меня все болело, кашляло, воздуха не хватало, на кровати было неудобно лежать. Ко мне приходили домой, мои подружки-медсестры капали систему. Ну, какой-то ужас был, какой-то был ужас. И потом у меня было еще, знаете, чем заразилась? Очень сильно перенесла болезнь. На свадьбе поела недожаренную свинину, шашлык. И всем было хорошо, а мне стало очень плохо. Болезнь начала развиваться стремительно и могла понять, что со мной происходит. А знаете, в чем это выражалось? Когда я сидела, у меня был какой-то озноб, такая суфибрильная температура, 37,1-37,2, и была боль в мышцах. То есть я как будто в тот момент не занималась ни спортом, ничем. Я была тогда статистиком работала. И вот брала дежурство ночные, смены в инфекционном отделении отрабатывала. И, в принципе, не такая уже была у меня физическая нагрузка, чтобы у меня так мышцы и крын болели. Это был какой-то ужас. Вот у меня слабость была. Моя мама приходила ко мне и говорит, Светочка, что с тобой? Я говорю, мама, мне так плохо, такая слабость. Я так устала. Она говорит, а что ж ты делала так? Я говорю, я не могу. У меня сил нет ни на что. Она, пойди, проверься. И хорошо, что она как-то так заострила на внимание, на моем здоровье. И я сдала анализ крови. У меня и зенофилы были около 80. Еще бы чуть-чуть, и отек начался бы. Почки бы остановились. Вы понимаете, сколько паразитов у меня было в крови? А эта болезнь проявляется в чем? Это паразиты в мышцах живут, развиваются. И когда меня сразу же забрали на капельницу, у меня произошел анафилактический шок. Медсестра вела мне преднизолон, преднизолон. И мне стало так плохо, так меня трусило. Я поэтому в жизни два анафилактических у меня было. И я очень осторожна к применению каких-то лекарств незнакомых. И после этой болезни трихонеллез называется. Пока машины едут, не пропустим. Я очень осторожно отношусь к любым препаратам. И я не знаю, как меня спасли. Мне еще кортикоиды ввели. Меня так трусило, так трусило. Вы просто не представляете, это была реакция организма на вот этот гормональный препарат. Но только благодаря гормонам я вышла. Я 10 систем прокапала. Вот так вот была вся бригада врачей рядом со мной. И с каждым днем меня меньше трусило. Но это просто не передать. И что вы думаете? Днем меня капали, а вечером я возвращалась домой. И на следующее утро я ходила, работала. Вот так вот я жила раньше. И думаю, боже мой, даже после укуса комара у меня происходила крапивница на руках. Я колола диметрол. Это тот момент был вообще страшный в жизни. И я потом тебе сказала, ну хватит болеть, хватит. Жизнь настолько прекрасна, а ты все по больницам ходишь с этими лекарствами. Я вермакс, вермакс это антипаразитный препарат. Пачками каждый день пила, пачками. Так что, мои дорогие, будьте здоровы и богаты, и счастливы. Смотрите на этих гусынь. Они уже завоевали территорию нашу. Шипят. Вкусный ты или невкусный? Ты вкусный? Вкусный? Вы не боитесь, такие они ручные стали, что не боятся. А кошки так и охраняют, чтобы их съесть. Но, естественно, кошки за маленькими охотятся. Киса, кисуня. Все побежала, и а то девчонки ждут. Какая замечательная погода. Еще раз повторяю. Идем мы домой, позанимались, потанцевали. Какое счастье, что мы есть друг у друга. Желаю вам таких же единомышленников. Приобрести и найти – это большое счастье. Какая красота. Столько корабликов. Столько корабликов. Девочки, в Алании, говорят, купаются. Всем привет, мои дорогие. Начинается у нас день. Мы едем к родителям проведать их. Сейчас я взяла из дома вкусняшек. И еще там купим мяска. Крылышек хотим. И сделать пикничок. Так что вот, погода замечательная. Вы сами видите. Едем в автобусе. Красивый Мерсин. Такая экскурсия. Выход из зоны комфорта называется. Еще какие новости у меня. Утром разговаривала с мамой. Дети уже. Кризис миновал. Очень сложно. У них прошла болезнь очень. С дочерью они намучились. Не знаю. Так что вот. Такие новости. У меня все замечательно. У мужа тоже работает. Такой счастливый. Встал рано сегодня. Рано пошел на работу. И жизнь продолжается. Едем дальше. Какая замечательная погода. Да, все цветет, лето. Мы находимся в Торосло. Идем. Потому что я эту дорогу первый раз вижу. Но мы по-другому поехали. Не дождались своего автобуса. Так что вон идем. Мы приехали. Еще закупаемся. Вы знаете, здесь в этом районе, в Торосло, очень цены обалденные. Посмотрите. 70 с половиной стоит филе куриное. 38 с половиной. Вот такие разные участки. И смотрите. Крылышки 47. Здесь дешево все. И вообще много чего купили. И мясо купили. И для дома купили. И фарш купили. И я хоть взяла с костями такое мясо. Потому что кеса такое свежее было. Все. Такое свежее было. Все. Я просто обалдела. Встретили папу здесь. Он такой немножко слабенький. Но сейчас будем делать шашлык. Взяли хорошее мясо. Купили ребрышки. Нам их приготовили. Вот так вот. Папа вон стоит там с хлебушком. Друзья мои. Здесь такие перемены. Посмотрите, что они достроили. Здесь кран сюда поставили. Такую сделали. Террасу. Там внутри сейчас кухня. Тут вот туалет находится. В холодильнике. Так. Смотрите, как классно. Какие здесь занавески. Дверь. Посмотрите, какое хорошее мы мясо купили. Видите. Это будем сейчас кушать. Канатики взяли 2 кило. Ну, а это сурджик для нас. Папа захотел. Сейчас жарю я вот. С хлебом хочет. Вот. Вот такой стучок. Посмотрите на моего мужа. Наш кима. Это в армии. Чего качик ты? Ашкин, башка тараптай оттур. Сэн, думан сан хакелью. Ашкин. Ой, а калым бени. И птицы-птицы-птицы. Амончиков. Может, мне что-то здесь украсть? Надо посмотреть, каких нет. Ой, вот тех нет у меня. Друзья мои, вот такие страшные. Чок-чиркин, канат, лариха, зерладыны, куджам бени. А мочок лезет. А очень вкусные. А мясо такое, как хочется, уже не могу. Что-то я думаю, мы купили много, а они половинку положили для себя. Ой, это что такое? Что там такое? Хорошо, что ребёнок на ребёнка не упал. Вот такой двор. Вот так люди живут. Пойдёмте посмотрим с вами цветочки. Смотрите, до сих пор граната есть. Увидите, натуральная, натуральная. Зелень, петрушка. Эти красивые цветочки. Ой, шки-мачик ты. Хазырма? Ура, хазыр. Пошли мы кушать. Всем привет, мои дорогие. Давно вам не показывала нашего Мавиша. Его игрушка упала. И он пытается её достать. Такой сладкий. Такой сладкий мальчик. Вчера мы были у родителей. Он скучал. Какое-то было у него настроение. А сегодня... Ой! Мавиш. Я ваш Мавиш? Я ваш Мавиш? Я ваш Мавиш. Не пьёшься на Шкем. Не пьёшься. Хочет поднять её. И не знает, как это сделать. Прыгать на ней. Прыгать. Он просто обожает эту игрушку. Его друг. Мы с Шкемом. Он с ней. Артист. Мавиш. Не обьёрся. Мавишок. С ней обьёрся, Мавиш. Не обьёрся. С ней обьёрся. Ты любишь её? Любит её. Продолжай, мой зайчик. Продолжай, мой умный мальчик. Моя птичка. Менимашки. Огылым. 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 С ней обьёрся. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.